Я сейчас вкратце расскажу, чем мы занимались, потому что когда Наталья спросила, вы знаете этих ребят, многие сказали, что нет, знали только вот реально последняя галерка. У нас такая история, что мы блокчейнами достаточно давно занимаемся. Я там начал это в 11-м году, в 13-м году начал заниматься фуллтайм, там идея была очень простая, получить доходность в пятках, которые мы смогли там намайнить еще в 11-м году, и дальше это понеслось, 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 появились вокруг прекрасные люди, начали рождаться какие-то совершенно невероятно интересные проекты, Киберфон, потом Сатоши Фонд, потом мы подумали, что можно, наверное, запустить социальный медийный блокчейн от Голос, да, и запустили. И у нас сейчас там такая история, что отрасль растет быстро, развиваемся очень быстро, растем очень быстро, и идей много, делиться не жалко, поэтому основная цель наших вот этих поездок просто вовлечь в сообщество ребят, которые в состоянии делать проекты. Для нас это самый большой фетиш, поэтому я хотел бы теперь узнать немножко о вас вообще, кто здесь, поднимите руки, кто планирует делать блокчейн проекты. Так, раз, два, три, процентов 10, не, ну, как бы круто, а, хорошо, давайте еще немножко об аудитории, сколько из вас владеет разными, там, хотя бы одним блокчейн-токеном, там, биткоином, например. О-о-о, 50 процентов, слушайте, концентрация великая. Так, кто участвовал в ICO хотя бы в одном? 20 процентов. Кто участвовал удачно? Я вам открою секрет, чтобы как бы участвовать в ICO удачно, вот как бы по текущему рынку, вернее, чтобы участвовать неудачно, нужно быть полным баланом. Окей, кто планирует инвестировать в блокчейн, ну, в блокчейн-экономику в ближайшее время? Слушайте, получается уникальная история, когда в этом зале, да, всего 10 процентов будет делать проекты, и 40 процентов людей в этом зале будет в них инвестировать. Вот, посмотрите внимательно друг на друга. Вот, собственно говоря, мой месседж очень простой. Я сейчас попытаюсь от души как бы объяснить экономику вообще проектов, да, как мы это видим, в достаточно простых терминах. Показать что-то прямо на пальцах, на экране монитора, показать, возможно, софт даже, да, с которым мы работаем, да, как это вообще все осуществляется, потому что люди ходят, люди ходят вот с такими глазами, не понимают, о чем это, а, ну, как бы, все сводится просто к софту, ребят. Мы работаем с софтом, софта этого, как бы, качественного, который позволяет работать с блокчейн-системами, его немного. Вот, чтобы преуспевать, там, нужно просто понимать, как работает этот софт, нужно его юзать. Всем юзать. Потому что вы никогда не начнете понимать, как работает блокчейн-система, пока вы не начнете нажимать на эти кнопки. Вот, вы начнете нажимать на эти кнопки, вы начнете приобретать деньги, либо терять деньги, либо что-то будет происходить, да, но ваш скилл-экспириенс, он родится только из этого. Начну с самого простого слайда, да, то, как мы понимаем вообще эволюцию любого блокчейн-проекта, да, то есть вот его стадии, у нас есть, как бы, традиционное понимание, как это принято в венчурной индустрии, да, как рождаются веб-проекты, да, мы выработали немножко другой свой фреймворк, который адаптирован специально под блокчейн-системы и блокчейн-приложения, да, и, как бы, все сводится к пяти простым стадиям, да. Сейчас они, как бы, очень понятны. Первая стадия – это когда идея, это когда там Петя с Васей сказали, о, прикиньте, у нас классная есть идея, давайте замысим что-нибудь прикольное. Вот, Петя с Васей могут быть очень грамотными ребятами, а могут быть, как бы, собственно говоря, с камерой. Вот, это стадия, на которой фактически невозможно оценивать проекты, да, если вы не знаете конкретных людей, которые делают что-то. Это стадия с самым огромным риском, и на этой стадии я бы, как бы, считал, что тысяча биткоинов, капитализация блокчейн-проекта – это вообще просто фантастический максимум, о котором можно вообще либо говорить. То есть миллион долларов, если Петя с Васей стоит по 500 тысяч долларов в лицо, как бы, окей. Ну, как бы, это стандартная цифра для, как бы, хороших венчурных проектов. Вот, это можно допустить, но не больше. Вот, в принципе, я вижу сейчас зарождение рынка, лоу-кэп рынка под идеей, да, не стоит относиться к этому, как к скаму, да, и этот рынок может складываться из большого количества проектов с капитализацией там в 10, в 20, в 50, в 100 тысяч долларов. Почему? Ну, потому что это просто достаточно сделать, придумать что-то, нажать две кнопки и выйти на рынок. Да, и это будет, безусловно, происходить. Мы пока что вот в этом сегменте практически не работаем. Потому что его практически, по большому счету, нет. Он только сейчас зарождается. Вот. Вторая стадия, когда Петя с Васей побегали, попрыгали и сделали ресерч. Вот. Ресерч был отражен в какой-то бумаге, да, white paper. И, собственно говоря, вот на этой стадии уже очень легко оценить проект. Да, почему? Потому что, ну, как бы, white paper может быть и brown paper, да, в итоге. И видно, в принципе, что у людей в голове. Просто так, к сведению, там, такой проект, например, как Ethereum. Поначалу оценивался чисто по белой бумаге виталика, потом дописал гавен техническую спецификацию, yellow paper. Да, и, в принципе, было уже тогда, уже было все понятно, что это, как бы, вообще дисрапция штука, что у чуваков в голове есть достаточно знаний для того, чтобы это, собственно говоря, довести себя до ума, да, вот. Но стоит понимать, что даже на этапе бумаги рисков все равно много, да, потому что, когда штука начинает работать, там возникает куча вопросов. Ну вот, опять же, да, возвращаясь к Ethereum, оказалось внезапно, что, как бы, умные контракты, штука небезопасная, раз. А, во-вторых, что газ стоит денег. Да, газ стоит. Сорян. Вот, третья стадия, да, это стадия имплементации, когда у нас появляется код на GitHub, да, и, по большому счету, это стадия, на которой грамотно, ну, то есть, наиболее максимально правильно выводить проект уже на SEO, да, то есть, когда у вас есть хорошая команда, когда есть четкое понимание, как будет работать тот или иной протокол или приложение, и когда у вас есть какой-то кейс, да, у либо умных контрактов, либо кода блокчейн-ноды, который можно потрогать, пошевелить по рукам, да. Вот, опять же, да, Ethereum классный кейс, потому что он был, он есть, он всем известен, ну, всем известно, да, к чему это привело, вот, в августе 2004 года, я брал там Proof of Concept 4 на питоне Виталика, включал через консоль эту, запускал эту ноту, видел, что синхронизировал с Snet, видел, что можно было отправить транзакции с payload, с полезной нагрузкой, видел, что можно было записать контракты, которые, конечно же, еще тогда толком не работали. Уже было понятно, что, в принципе, что-то работает. Вот на этой стадии рисков уже гораздо меньше, на этой стадии по-хорошему проекты можно выводить на ICO. Вот. После того, как система запущена, либо приложение уже, как бы, задеплоено в продуктивную сеть, да, у нас появляется понятие ликвидности, да, и это стадия, на которой уже входить достаточно, ну, максимально менее рисково, да. Почему? Ну, потому что есть токены, потому что есть уже какая-то оценка, там всяк можно слить до какого-нибудь барана на пологиксе, ну, там таких очень много, мы видим удивительные кейсы, мы наблюдаем, мы наблюдаем уникальную картину сейчас, потому что если вы, в принципе, посмотрите там, либо, ну, на киберфонте вы такого пуллщита, конечно, не увидите, а вот если CoinMarketCap, вы изучите хотя бы топ-100 систем. Кто, кстати, смотрел топ-100 систем на CoinMarketCap? Поднимите руки. О, классно, 20%. Вот, ну, там есть, там есть очень веселые элементы, вот, а даже вот по такому, ну, извините за выражение, дерьмищу, да, и то у нас есть ликвидность, есть очень маленький уровень рисков, вот. Очень стоит смотреть на показатель Дэвид Терновер, то есть вы смотрите на капитализацию, да, только на полную капитализацию, не которая на CoinMarketCap, вот, и от нее смотрите торговые дневные обороты, если это показатель выше 1%, значит, актив достаточно ликвидный, как бы это является неким, ну, одним из критериев уровня рисков, вот. Вот, это четвертая стадия, когда проект приобретает уже ликвидность, и на пятой стадии, это как бы финальная, да, то, ради чего вся эта вообще штука создается, это как бы когда проект становится полезным. Представляете, такое бывает. Значит, полезность, когда вы видите полезность уже в разрезе конкретных транзакций, вот. Вот, ну, я считаю, что это уже инвестирование в стиле, там, Джорджа Сороса, да, когда вы можете понять лажинальность транзакций, объемы транзакций, посчитать потенциальную выручку, ну, как бы классика жанра. Ничего такого, и на этой стадии уже, если вы входите в ту или иную блокчейн-систему, либо приложение осознанно, риски минимальные, и оценка там может быть, ну, условно, любая, 10 тысяч плюс биткоидов. Вот, это вот такая вот стадийность, теперь вопрос к вам. На какой стадии, ну, вторую, третью, а, вторую, третью, вот на какой из этих стадий нужно делать ИСИО? На всех. Вот, правда, правильный ответ можно делать на всех стадиях. Вот, то есть ИСИО это просто инструмент, когда там какая-то команда выходит на рынок и говорит, так, чуваки, у нас есть там вот такая штука, дайте нам денег, получите токенов. Ну, как бы просто. Вот, но у меня есть некое мнение относительно того, как правильно выходить на ИСИО, да, мы уже сформировали некий такой способ думать об этом. По-хорошему нужно выходить на ИСИО, когда есть уже имплементация, да, то есть когда есть команда, когда есть четкая бумага, спецификация, имплементация. Почему? Потому что максимальная маржинальность. Потому что можно хорошо поднять, в принципе, на развитие проекта. Вот, все, что до этого, сейчас уже, как бы, речь идет о пре-ИСИО, то есть мы видим тренд, когда появляется штука, связанная с пре-ИСИО, когда команда просто там по малым кругам говорит, ребят, нам нужно там 100, 200, там 500 тысяч для того, чтобы довести это до ИСИО. Это означает, что там представить код, верифицировать гипотезы, которые там в бумаге основные положения и так далее. Вот. И вывести на ИСИО. Тогда маржинальность может быть там в 2, в 3, в 4 раза больше. Вот. Но по большому счету я там буду рекомендовать вообще стартовать вот с самого начала, да, потому что есть сейчас очень прикольные инструменты, которые легко позволяют вам учитывать доли. Я вам сейчас пройдусь по всему этому бардаку. В принципе, мы можем предположить, что блокчейн проект можно начинать с несколько кликов. Вот это идея, которую я вам вселю сейчас. Вам нужно по большому счету уметь работать всего с тремя инструментами. Один из них парите, Валерка говорил, но Валерка говорил в контексте девелопмента, да, я сейчас говорю в контексте того, что это просто поплекуха, которую вы ставите и нажимаете кнопки в нее, вот. Копей это что, парите, это клиент эфириума. Копей это единственный сейчас open-source кошелек для биткоина, который позволяет делать две простых фичи вместе, которые критичны для любого блокчейн проекта. Первый это multisig, да, когда есть 2, 3, 4 человека, которые хотят принимать решения по транзакциям вместе, да, например по алгоритму 2 к 3, или 3 к 5, или там, ну как вы себе придумаете. Вот. Это первая фича критичная, и вам я сейчас дальше объясню почему это очень критично. А вторая суперфича, это называется transparency addresses, которая позволяет вам не возвращать сдачу на новый адрес, а вернуть сдачу на свой стандартный адрес. Да, это как бы влияет на приватность, да, то есть это плохо для приватности, но вам не всегда она нужна. А фишка в том, что когда вы как бы захотите поднимать деньги, да, у людей захотят спросить, а покажи операции, да, докажи операции, что вы делали, как вы делали. Вот. И вы такие хопы сможете показать. Вот. Там одной галочкой ставится это transparent addresses. Вот. Вы можете одной галочкой создать адрес на трех человек, например, представителей совета директоров, залить туда деньги, и ваша организация начнет уже функционировать. Вау, да. Останется только вам попилить бизнес, собственно говоря. Учитывать доли. Значит, на самом деле сейчас есть более-менее два адекватных только инструмента для учета долей, да. То есть, в принципе, когда мы начинаем бизнес, о чем речь идет, да, о чем? Только одолев, да, у кого сколько там процентов, это пилешь самое веселое занятие всегда. Вот. Поднимите руки, кто участвовал в этом процессе. Вот. Все правильно. Надо этот процесс сразу же ставить, потому что поставить его как бы ничего не стоит, там условно доллар или два транзакционных фи. Но решив эту проблему, вы сильно даете преимущество своему проекту, потому что вы можете легко привлекать инвестиции, продавать там процентики, делюги делать какие-то. Ну, в общем, как ваша душа встроена, потому что в классическом бизнесе это как бы долго сложно, да. Нужно отражать изменения, выставить, согласовывать туда-сюда. Вот. Я вам сейчас покажу, научу, как сделать это так, чтобы засетапить можно было все за там 5-10-15 минут и там пару долларов. Вот. А принимать решения тоже, грубо говоря, вот в коридоре. По там продаже каким-то, опционам и так далее. Вот. На самом деле два инструмента есть, которые позволяют прикольно делать. Это вот Parity и BitShares, да, Parity позволяет выпускать ERC-20 токены на Ethereum, вот, а BitShares позволяет выпускать токены на облачение BitShares. Значит, в чем разница? Разница в том, что Parity и вообще Ethereum, да, это полные умные контракты, то есть они не накладывают на вас никаких ограничений, да. В чем минусы? В том, что это гораздо дороже, то есть прям сильно дороже в операциях. Минус в том, что это гораздо сложнее. Вот. Минус в том, что пока что еще нет инструментов, которые необходимы для вот такого учета долей. Например, как white listing, либо подтверждение трансфера эмитентов. То есть у нас огромное количество исхейсов, когда, например, shareholder agreement, закладываем какие-то условия, да, которые критичные, которые накладывают ограничения по перемещениям. Да, в таком случае эмитент может являться неким контролером. И вот BitShares как бы все это уже есть, работает, можно нажать, выпустить с простым нажатием кнопок все это юзать. Мы это юзаем, я вам сейчас покажу вот это вот все. На эфире пока что таких тулзов вот на данный момент нет, они появятся в будущем. Но это в любом случае будет дороже и чуть-чуть помедленнее, чем на BitShares. В принципе, для такого процесса, как учет долей там централизованного бизнеса, вот видите, я внизу написал start decentralization from free people. Ну, как бы, какой бы вы проект не взяли, у вас в любом случае всегда сначала там есть 3-4-5 человек, да, которые ведут какой-то проект к успеху, вот, а даже после того, как они запустят там такую систему, как эфириум, вот, у них оказывается какой-то фонд, о котором особо никто не знает, который владеет 10% эфириума, который держит эти три человека. Понимаете, да? Вот, собственно говоря, вот, давайте я вам просто покажу тулзы вкратце, да, на экране. Значит, первым делом это КП, да, вот, как бы, такой софт ставится через брюм, очень простой. Вот мы видим, как бы, кошелек ICO голоса, да, вот, мы видим здесь, в принципе, всю историю транзакции, мы видим, что здесь есть 4 из 6, проверяем, да, в принципе, я вам ничего не показываю такого, вы, в принципе, вот это все можете зайти и посмотреть в Blockchain Explorer, разве что, в принципе, из этого, как бы, кошелька принимаются там решения, сейчас я так покажу вам, вот здесь вот есть информация о кошельке, да, здесь вот есть, как бы, люди, которые принимают решения, то есть 4 из 6 людей могут нажать кнопку подтвердить, вот, для того, чтобы, собственно говоря, деньги ушли. Это, по большому счету, процесс, который можно назвать там традиционным для совета директоров, да, потому что можно выстроить очень, очень простой, очень простой понятный процесс, заливаются в кошелек деньги, да, раз в месяц принимаются решения о, вот, там, расходовании в рамках, там, согласованного бюджета, да, вот, то есть, в принципе, маленькая группа людей, основателей может очень гибко принимать решения о развитии, там, делая небольшое количество операций, там, раз в месяц, в принципе, это у нас так выстроено, вот, либо, там, вот, так, та же история с адресом Сатоши Пай, это, вот, это инвестиционный фонд, через который мы делаем все операции, вот, дальше мы можем посмотреть на софт Битшерс, это вот клиент, который, как бы, скачивается, устанавливается, он несложный, вот, что здесь можно, в принципе, интересного показать? Вот, есть там Киберфонд, что такое Киберфонд? Киберфонд, это какая-то некая организация, да, которая зарегистрирована где-то, да, но у которой есть учет токенов, учет своих долей, то есть, ну, это стандартный процесс, любой регулятор вам всегда говорит, что организация сама вправе организовать учет долей, как ей удобно, вот, нам удобно так, да, есть вот такие токены C-Fund, да, мы можем посмотреть Asset Detents, да, и что мы здесь видим? Здесь установлены флаги, require holders to be my client, listed, issue may transfer assets back to himself, issue must approve all transfer. То есть, это такой, так, достаточно централизованный актив, да, по которому нету никакой возможности у людей менять право собственности на этот актив, если это не согласовал там сайт директоров. В принципе, как бы, выпуск активов вообще банально непростой, вот здесь есть кнопка такая, create asset, все, устанавливаете символ, количество, округление, там, нажимаете, там, создать. Создание актива стоит там, там, несколько долларов в битшерс, ну, выплачивается в битшерс. То есть, в принципе, можно начинать, да, и что самое прикольное? Самое прикольное, что вот эти все счета, на которых учитываются эти активы, они тоже являются мульти-сиг счетами. Вот. Здесь вот я, можно посмотреть permissions, да, и видно, да, что вот здесь вот три, три человека, видите, кибер-монетарист, хилстер и лом. Вот. Эти три, короче, парни, они контролируют этот аккаунт, вот, с весом по единичке, да, то есть, тресхолд вот два здесь, а говорит о том, что в случае, если двое из этих трех подпишут, значит, транзакция произошла. Вот. Это, в принципе, битшерс, здесь же есть интерфейс для торговли, то есть, в принципе, тот токен, фишка в чем? Потому что, как бы, токен, который вы создали, можно сразу же продавать любому человеку в мире. И вам не нужно идти на какую-то биржу для того, чтобы ее залистить и так далее. Торговать можно прямо здесь, прямо сейчас с друзьями, с родственниками, с знакомыми людьми в интернете. Фичер, вообще фичер в себе. Вот. И есть еще такая штука, вот типа парите, да. Парите, на самом деле, очень крутая тема. Фактически мы здесь уже говорим не о каком-то там приложении, а это полноценный браузер в сети Ethereum, да. И здесь, ну, есть такие же счета, да. Вот, например, как бы один из счетов, который принадлежит Сатоши фонду. Здесь та же самая история. Вот, есть details, как бы подписанка, да. И фактически это вот тот мультисек счет, через который мы управляем нашими инвестициями, связанными с дисциплизованными приложениями в экосистеме эфира. Вот. Вот эти три приложения, да, они являются фундаментом ваших потенциальных операций в блокчейн мире. Да. И мой вам совет начинать с них. Потому что все, что мы бы не делали, все равно вы придете сюда. Ну, какой вам смысл вот этого блокчейна, если у вас нет ни точки инвестиции? Ну, никакого. Вот, вы не понимаете. Надо, как бы, работать софтом. Прямо вот через этот интерфейс, через парицы, можно затепловать контракт какой-то. Можно, здесь есть уже браузер полноценных приложений, формируется App Store. Формируется App Store. Вот, как делать. Ну, как бы, все это очень интересно. Вот, хотел вам это обязательно сказать. Давайте дальше. Вот. По процессору, по процессору, по процессору. Слушайте, а сколько времени там у меня осталось? Могу вечно жить, я тебе говорю. Да, ну вот, по поводу бумаг. Я сейчас просто пройдусь вот этот вот процесс по шагам, да. По поводу бумаг с бумагами. Библиотеку уже дал ссылку на библиотеку, которую, там, три года я собирал. Как должны выглядеть бумаги, которые имеют смысл, да. Это, как бы, нормальные бумаги из академии. Это не бумаги из серии с, как бы, красивыми картинками, там, какими-то цветными схемами и маркетинговым былщиком, там, о том, какой большой рынок, какой там, 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 сам. Все эти вещи, как бы, не очень интересны, на самом деле, в White Paper. Что интересно в White Paper? В White Paper очень интересно увидеть. В случае, если это стендалон блокчейн, то это, как бы, четкую математическую дефиницию консенсуса с алгоритмом, да, то есть, чтобы это ни было. Если это децентрализованное приложение, то очень хотелось бы увидеть набор методов, умных контрактов, да, которые планируют быть составляющими этого децентрализованного приложения. А также, очень важно, расчет экономики этого децентрализованного приложения. Что очень интересный, на самом деле, кейс, мы, когда сейчас берем в руки бумаги, по эфиру смотрим, вроде прикольное приложение, вроде интересная команда. Все очень круто, начинаем смотреть, как бы, а, уже есть, как бы, кейсы с контрактами, уже есть понимание у ребят вообще. Вот, смотрим, например, а как оно будет работать. Оказывается, да, что там протокол состоит, предлагаемый, там, из 5-7 транзакций, и каждая из транзакций, там, есть по миллиону-полтора газа, да, каждая транзакция, там, на данный момент, при текущей стоимости эфира стоит, там, по 5-10 долларов. Ну, просто, вот, как бы, нужно понимать, да, что это должно быть за value приложение, да, чтобы юзеры этого приложения могли платить по 5-10 долларов за каждую транзакцию. Вот, то есть мы смотрим на экономику конкретных методов рунных контрактов и смотрим на экономику конкретного консенсуса с алгоритмом. Как он там, позволяет ли он делать блокчейн быстрым, позволяет ли он делать его более децентрализованным и так далее. Вот, стату показывал, просто обновлен, мне кажется, в Киеве уже этот слайд показывал, постоянно показывал эту штуку. Наша стату по краудсерву, который мы отобрали по нашим критериям, там, вот, у нас уже порядка 40 проектов прошло, подняли эти проекты в районе 100 миллионов долларов, за исключением, да, мы его исключили, потому что практически его не было. Все знают, что в одной сетке его не было. Другой он был. Но не суть важна. 100 миллионов 40 проектов, мертвые всего там 5 проектов, можно про них забыть на сумму в 1 миллион. И сейчас капитализация проектов, в которые мы вошли на ICO, полтора миллиарда долларов. А вы знаете, я собрал это старые данные, это эфир здесь старый. Сейчас получается, ну, где-то 5 миллиардов долларов. То есть, вот, и 100 миллионов, 5 миллиардов долларов. Сори, не обновил. Вот, и 35 проектов уже, то есть, выживаемость проектов очень высокая, да, когда вы смотрите вот в эти критерии. Порядка там 80-90% у нас сейчас выживаемость проектов. В принципе, там, средняя выживаемость у венчурников это там 15-20%. Ну, окей, бог с ними. Вот. И маржинальность видите, тоже какая-то сумасшедшая, как бы, мне кажется, даже Мавроди немножко курит, но он тоже как бы бог с ним. Вот, но есть такая, есть такие цифры. Дальше, как бы, вы когда будете думать об ICO, да, всегда должны понимать, что вы должны управлять им через определенный набор параметров. Да, как бы, эволюционно уже сложилось всего 5 таких параметров, которые так или иначе позволяют вам решить те или иные задачи, которые стоят перед ICO. Ну, первое, с чего начать, это нужно, как бы, период продумать. Могу сказать по опыту, что длинное ICO вообще не имеет никакого смысла. Если вы что-то можете собрать за день или два, вряд ли вам там месяц ICO спасет вашу ситуацию. И наоборот. То есть, я не рекомендую сейчас делать супер длинное ICO. Мне кажется, то, что 7-15 дней достаточно. Месяц уже, как бы, многовато. Там эфира было 42 дня, но тогда еще рынок был непонятен. Сейчас, в принципе, как бы, там вот у меня четвертый пункт, лимит. То есть, мы видим, что если установлен по ICO грамотный лимит, то, в принципе, ICO насыпается там за 20-30 минут, за день максимум. Вот. То есть, не старайтесь сделать длинное ICO. Ничего это не решает. Стата говорит нам то, что все самые успешные ICO это день, два, три, понедельный максимум. Дальше метод определения цены. Да, там есть два подхода. Один с фиксированным суплаем. То есть, вы, например, говорите, что у нас будет выпущено 100 миллионов токенов. Да, все, кто скинулся, пропорционально получат соответствующее количество. Допустим, одно из самых первых ICO, XTAT, было сделано по такой схеме. В принципе, раньше все ICO делались по такой схеме, потому что там исторически так было, что у биткоина есть максимальный лимит supply, и людям это было понятнее. Вот. А сейчас мы видим уже по статистике то, что гораздо успешнее проекты с фиксированной ценой. То есть, вы говорите, окей, я продаю неизвестное количество токенов там по доллару за токен. Вот. И сколько купят, столько и будет supply. Вот. В принципе, самые кассовые проекты работают вот в такой схеме. Я не знаю, с чем это связано, честно скажу. Да, то есть, я не понимаю психологию, по которой это работает, но вот могу сказать только то, что наблюдаю. Третий момент – это дисконты, скидки. Очень важный момент. Сразу же скажу, в ICO без скидок не работает. Ваша задача, ваша задача каким-то образом набрать критическую массу на первый час, на первый день. Лучше на первый час. Да? Очень хорошо там это работают скидки 20-30%. Не перебарщивайте. Вот. По поводу скидок также еще могу сказать то, что старайтесь не пользоваться скидками в частных каких-то сделках. Да? Потому что это бьет по репутации, это бьет по ценностям и так далее. То есть, лучше делайте какие-то более-менее формализованные при ICO раунды, да, с понятным размером скидок. Например, там, 2 в 3, в 4 раза дешевле, чем цена, по которой вы планируете предложить на ICO. Вот. Чем персональные скидки. Кто бы это ни был, там, я не знаю, друзья очень близкие. Неважно. Старайтесь не делать персонализированных скидок. Это плохо. Вот. Но скидки должны быть, нормально работает там 30% в первый день, 20% в первый день, ну и так далее. Вот. В принципе, несложно посмотреть на самые успешные ICO, посмотреть на их системы скидок, чтобы понять, что работает и что нет. Вот. Про лимит я уже сказал. Лимит вообще фундаментальнейшая вещь, самый важный параметр. Почему? Потому что вы можете управлять через лимит стимулом инвесторов проинвестировать в вас. Ну, например, да, есть проект, который, для которого лимит там 3-5 миллионов долларов. Да, вы понимаете, то, что по текущему рынку, да, подобного уровня проекта, в случае, если он будет запустен, ну, худо ли бедно, ну, 30-40-50 там миллионов капитализации, вон там, наперед. Да, учитывая, какой широт там сейчас по 30-50 миллионов. И вы понимаете, что можно заработать 10x при лимите в 5 миллионов. Это сильно мотивирует, знаете. Вот. Потому что установка лимита – это некая гарантия инвесторов в маржинальности инвестиций, то есть в доходности потенциальной. Вот. Устанавливаете большой лимит, над вами смеются, вы его не выбираете. Устанавливаете маленький лимит. Вы, может быть, ограничиваете сумму, которая придет вам в бюджет на развитие проекта, но вы зато ее гарантированно получаете, и вы гарантированно делаете ваших инвесторов счастливыми. Лучше получить 2-3 миллиона долларов, там, гарантированно, или миллион долларов, там, в битках, в эфирах. Вот. Чем установить лимит в 20, да, ровно вами покрутят, и вы, в итоге, миллион не соберете. Вот. Управляйте лимитом здраво. Смотрите трезво на эту цифру. Вот. И когда инвестируете, и когда планируете. Вот. И пятый момент – рождей, как модно сейчас делать, сказать то, что, окей, лимитом 10 миллионов, долларов, но в первый день или в первый час лимита нет. Вот. Ну, я, если честно, не очень понимаю, какую проблему это решает, да, потому что лимит ставится как раз для того, чтобы гарантировать что-то инвесторан. Вот. Просто проверка на прочность непонятна. Я, вот, к рождейу, мы делали его на голосе, да, этот рождей. Вот. У нас он не сработал. Много у кого не сработал этот рождей. Сомнительный инструмент, на самом деле, для этого использовать. Вот. То транзакции, конечно, это то, что, ну, действительно показывает, да, насколько система используется в соответствии с тем, как она была задумана. А что мы видим сейчас? Ripple, как бы, номер один системы по количеству транзакций. Там сейчас старые немножко данные, извиняюсь, ребят. Сейчас там миллион транзакций в день у Ripple. Миллион. Ну, биткоин в районе трехсот тысяч в день. Это в день. А в стиме сейчас двести тысяч транзакций в день. Это топ-3 блокчейн-системы по количеству транзакций. Дальше интересный, кстати, такой рейтинг. Этелиум на четвертом месте. Порядка ста тысяч транзакций в день он сейчас генерирует. На пятом месте, удивительно, но факт, вот есть такая блокчейн-система голос, никому неизвестная. Вот в топ-100 находятся на CoinMarketCap'е. Она генерирует 30 тысяч транзакций в день сейчас. То есть это одна из самых используемых блокчейн-систем на данный момент. Вот. Дальше там идет битшерс, доджкоин, 10 тысяч. И вот интересно, да, как бы, я не знаю, слышали, наверное, продаж, там, про лайткоин. Вот. Про все эти вещи. 3 тысячи транзакций в день, ребята. Ну, просто как бы нужно понимать то, что сейчас рынки, да, на которых вы работаете, их очень легко компрометировать. Да, все обороты, которые показываются, они показываются из централизованных биржевых стаканов. А это означает, что вы никогда не можете быть уверены, что та сделка, которую публикует биржа, на самом деле существовала. Вот. Вот эту идею я вот вам вселю просто, да, как легко манипулируются рынки сейчас. Вот. И как people have it, это грустно за этим наблюдать. Ну, тем не менее, имеем то, что имеем. Вот. У нас есть там пару идей, мы нашли способ, как рассчитывать цены таким образом, чтобы она была вот некомпрометируема. Не знаю, будем пробовать. Но на данный момент это проблема, про нее мало кто знает. Я вам просто говорю, что она вот есть. И показатель такой, сейчас я буду рассказывать самые прикольные штуки. Мы долго наблюдаем за блокчейн-системами. Вот. И я когда начал думать, вообще, как их оценивать, да, ну, как бы, нужно оценивать доходность как-то. Да, доходность актива. Есть там в традиционных инвестициях, CGR показатель, Compound Annual Growth Rate. Вот. А я подпочесал репу, подумал, что, наверное, раз в год наши штуки рассчитывать вообще не имеет никакого смысла, они быстро и очень появляются моментально. Там в месяцах, считается, придумал Compound Monthly Growth Rate. Да, значит, мы с ребятами проудировали все цены на все блокчейн-активы исторические и определили такое понятие, как First Average Price. То есть первая цена, зафиксированная на рынке для актива. Она очень важная, потому что она позволяет понимание вот этого сим-джара, дает вам понимание, основатели, как бы, обманывают большинство инвесторов или нет, через какие-то манипуляции. Вот. Сим-джар должен быть положительной точкой. Нет положительного сим-джара, как бы, вообще проект малоинтересен. Что мы имеем? Биткоин растет в среднем на 12,7% каждый месяц с ложными процентами. 12,7 эфириум на протяжении, там, трех лет уже растет со скоростью 18% в месяц с ложными процентами в долларах. Вот. И есть еще целый ряд систем, которые там колеблются в этом радиусе. Вот. И тут наступает, на самом деле, самая интересная штука, да, потому что понимание этого показателя дает вашему блокчейн-стартапу вообще нечестное, нечестное конкурентное преимущество, да. То есть вы работаете в блокчейн-экосистеме и, в принципе, работаете с этими активами. Значит, что можно сделать, понимая эти цифры, да, что есть некий стабильный уровень роста индустрии, на который можно ориентироваться, делая тот или иной финансовый менеджмент вашим проектам. Я вам покажу вот такую формулу магическую, лайфхак, лайфхак, короче. Вот и вы ее сфоткаете, а потом подумаете, в чем у нее фишка. Я сейчас объясню. Значит, идея в том, что если вы делаете блокчейн-проект, да, вы в любом случае будете привлекать какое-то количество денежных средств. Это может быть 10 тысяч долларов, это может быть 50 тысяч долларов, это может быть 100 тысяч долларов, сколько-то. И эти деньги, скорее всего, вы привлекете в битках, либо в эфирах, и положите на мультисек счета, если будете, как бы, ну, не идиотами. Потому что делать, извините, конечно, но делать сейчас блокчейн-проекты и хранить бабки в баксах нужно быть полным, как бы, ну, ребят, простите. Вы просто отдаете деньги чувакам, которые хранят более доходных активов. Вот, и если у вас есть эти там 100 тысяч долларов, которые вы привлекли в ваш бизнес, вот, и эти 100 тысяч долларов могут генерировать вам минимум 10% в месяц, вот. Все, что вам нужно сделать, это чтобы ваш бирн-рейт по вашему бизнесу, то есть то, что вы тратите на девелопмент, на маркетинг, на черта-лысого, вот, он был ниже, чем вот то количество, которое вы зарабатываете на своих инвестициях внутренних. Поняли идею? Да. Вот, то есть, идея в том, что раньше финансовый менеджмент для стартапов был сложен, и он был дорог, и не было очевидных классов активов, которые можно было принести свои, там, привлеченные от инвестора, там, денежки, баксы. Вот, а здесь есть, и они, как бы, вот они, вот прямо на поверхности. Мы с ними работаем, мы на них строим приложения. Ну, глупо не использовать это. Вот, и получается то, что, в принципе, если вы привлекли 100 тысяч, там, долларов, инвестиции, и правильно разложив это по каким-то корзинкам, да, криптовалютам, вот, вы можете компенсировать бирн-рейт в районе, там, 10-15 тысяч долларов ежемесячно, на развитие, на разработку, не уменьшая, как бы, объем инвестиций в вас. Вот, и вот эта, как бы, идея, которую я вот вам обязательно продам, все будут юзать, мы сейчас, наши инвестируемые компании, да, ну, у нас есть фонды, да, через которые мы инвестируем в блокчейн-проекты, мы хотим отрасль научить, ну, как бы, делать так, потому что, вот, нам взять киберфонд, у нас не было ни копейки выручки за всю историю существования, да, нас спрашивают, за чего вы, ребят, живете, за чего вы, там, делаете бэн, за чего вы, там, ездите, там, по конференциям, вообще, откуда деньги, вот, ну, как бы, мы инвестируем, ну, как бы, на эти 2% и живем. Вот. Слушайте, ребят, на самом деле, я уже много так всего рассказал, у меня есть еще тут, все, что хотел, я рассказал, все оставшиеся, это, как бы, моя презентация с, там, Берлина, про штуки, которые мы делаем в киберфонде, если вам это интересно, я расскажу. Да, 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 конечно. Интересно, ну, как бы, окей, хорошо. Тогда я сейчас просто в другую презентацию поставлю, потому что это я не успел сделать. Про что киберфонд, да, Виталик тут недавно обозначил прикольные очень проблемы, которые касаются криптоэкономики, это и экономическая финальность транзакций, и сложность при распараллеливании вычислений в, как бы, в консенсус компьютере, это и вопросы, связанные, там, с приватностью, там, как бы, реально сложные, очень такие хардверные, вернее, не хардверные, а хардкорные. Хардкорные научные проблемы, скорость в блокчейнах и так далее. Вот, как бы, мы, и это, как бы, я называю это хард проблем, да, жесткие проблемы. А есть, как бы, софт-фроны, мягкие проблемы, которые сводятся к очень простым вещам, связанным с аккаунтингом, с поиском и с интерактингом, и с взаимодействием с разными блокчейн-системами. Я вам сейчас, как бы, вкратце объясню, как бы, в чем замес. Да, это, как бы, первая часть идеи, связанная с киберфондом. Вторая часть идеи заключается в том, что есть сейчас, как минимум, шесть очень крутых технологий, которые уже здесь, которых нам не миновать, которые нас догонят. И все они очень классно играют с блокчейнами. Я вам перечислю их. Первая – это виртуальная реальность. Это Vive, Oculus Rift, Google Cardboard, Daydream. Аргументы для реальницы дополнены реальность. Все, что связано там с Project Tango. И, ну, хардверность связана с лидарами, с лазерными детекторами. Вот. Есть Match-сети. Самое сложное направление, но, тем не менее, есть Software Defined Radio. Это железяка, которая позволяет определять софтверно разные протоколы типа LTE, Wi-Fi, Bluetooth. То есть, представьте, что мы раньше имели железяки под каждый тип беспроводного соединения. А с SDR-ом, там, LTE, либо Wi-Fi может быть просто приложение. Вот. SDR. Software Defined Radio. Вот. Есть, как бы, Computer Brain Interface, уже не Rocket Science, это OpenPCI, прикольная железяка, там, за тысячу долларов с 16-ю датчиками. И про искусственный интеллект я молчу. И с робототехникой тоже, как бы, все ролики на YouTube смотрят. Вот. Все это, как бы, здесь. Все это доступно. А с блокчейнами это все становится вообще прекрасно. Вот. Я вам просто сейчас покажу несколько кейсов. Значит, первая идея, собственно говоря, я уже ее называл, но смысл очень простой. Если робот может зарабатывать, держать деньги и платить, он может делать все, что можем делать мы. Да? Первая идея. Вот. Вторая идея, то, что для того, чтобы иметь шанс на эволюцию, да, для робота. То есть робот. Он должен иметь верифицированную информацию о экономической реальности вокруг. Да? То есть, вот, грубо говоря, он должен в каждый момент принятие решения о сохранении либо отрате, он должен иметь верифицированное состояние всей экономики вокруг. Вот. И тогда он может очень хорошо эволюционировать. Эволюционировать гораздо быстрее, чем он может эволюционировать мы. Вот. А как бы не rocket science, в принципе, Валерка уже тут показывал в Киеве. И замки, и розетку мы показывали, и Андрей, вот, Ланшаков сделал, сделал дрона сотрудника. Я не знаю, видели этот ролик про дрона на эфире? Да. Ну, видели. Да. Ну, как бы основная идея в том, что как бы прямо в дроне есть ноты эфириума, вот, в нем заширотумный контракт, вы платите дрона деньги, вот, дрона деньги, не корпорации, не организации, не как будто дрона деньги платите, он летит, делает задачу, которую, собственно говоря, перед ним поставлены. Вот, без последников, без, собственно говоря, лишних третьих лиц. А? Дрон! Дрон! Да, 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 да. Дрон! А это уже его дело. А че вы? Че это вы? Чужие деньги считаете? Да, а че вы чужие деньги считаете? Ну, вот, просто мы с этими блокчейнами дошли сейчас до момента, когда начинаешь задумываться о том, что экономика может быть немножко другое, да, то, что нам рассказывают про интернет вещей, может оказаться вовсе не интернетом вещей. Вот. Интернетом вполне себе независимых экономических агентов, да? Вот. И мы эту, короче, тему топим, ну, как бы толкаем, очень продвигаем, вот. Но вопрос, да, а как туда добраться? Да, то есть, как бы идея классная. Есть уже, как бы, пруфов концепты, есть там кейсы. Вроде, в принципе, не кажется это уже каким-то рокетциенсом, но никто ничего не делает, ничего не двигается в этом направлении, да? Почему? Да потому что, как бы, реально нужно решить три очень простых проблемы. Первый – это аккаунтинг, да? Вот Валерка говорил, да, что вот блокчейр может профит в глаз читать по конкретному биткоин-отчету. И это, как бы, в чем там проблема? Первая проблема – то, что это достаточно вычислительно тяжелая штука, да? Нужно адресов, количество, там растет биткоин-сети экспоненциально, плюс тебе нужно там и состояние на разные моменты времени выжилять. А во-вторых, это блокчейнов много, ребят. Они просто появляются из ниоткуда и растут с большой скоростью, и это становится сложным. Вот. И поиск – это тоже проблема, потому что сейчас вот просто взять как бы хэш моей маме, да, и бить его куда-нибудь. Вот все говорят, что там ваша бабушка сможет бить хэш там какой-то для того, чтобы убедиться, что этот факт действительно существовал, да? Да ваша бабушка или ваша мама мозг сломает. потому что вода не поймет в какой блокчейн-эксплорбии идти. Это проблема. Она такая банальная, такая простая, но эта проблема есть. Вот. И как бы взаимодействие сейчас с мультиблокчейн-окружениями тоже очень тяжелое. Есть только два по большому счету нормальных кошелька – это JAX. Но он не решает моей боли, потому что он мало систем поддерживает. Есть Exodus – та же самая ерунда, то есть там всего три-четыре блокчейн-системы из них. Bitcoin, Dash, эфир. Вот. И этого мало. Для нас этого уже мало. Нету мультикошельков – это беда, печаль. И вот в принципе нам это нужно все решить. Да? Мы поэтому затеяли с Валеркой и там у нас еще есть в команде третий человек Андрей и мы затеяли такой долгоиграющий проект open-source, в котором пока нет блокчейна. Вот. В котором пока нет RSEO. Вот. Это просто набор библиотек, которые позволят индексировать все цепочки при помощи open-source софта и open-source железа. Вот. Достаточно быстро, достаточно просто, достаточно дешево. вот. И, ну, я не знаю, а сколько здесь девелоперов? Поднимите руки, девелоперы. Вот. Интересно будет только девелоперам, кому будет интересно, подойдете. Вот. Есть как бы ссылки на все эти описания, есть там требования и все такое. Бумаги. Бумаги. Вот. Да, мы ищем инженеров. Ну и все, собственно говоря, все, что я хотел сказать. То есть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ